В местном отделении партии «Единая Россия» продолжают активно собирать гуманитарную помощь для участников специальной военной операции. Среди неравнодушных жителей, которые желают помочь нашим бойцам, есть и дети. Ученики Лопатинской школы на протяжении нескольких лет собирают самые необходимые вещи для отправки на передовую. Здесь у нас продукты питания, одежда, медикаменты, письма и рисунки. На сегодняшний день существует большое количество волонтерских проектов, таких как «Мы вместе своих не бросаем», «Доброе дело». Все они направлены на вовлечение молодежи в благотворительную деятельность и формирование патриотического воспитания. Самое важное, что школьники активно принимают в них участие. Они сами предлагают учителям участвовать в различных акциях. Допустим, если они хотят плести сетки, они даже говорят, давайте съездим в Искру, там поможем. Какие-то идеи они сами предлагают. Гуманитарный груз бойцам передадут руководитель Ленинского отделения боевого братства Владимир Песоченко и участник СВО Сергей Сидоренко. Теплые слова благодарности, теплые слова, не знаю, как правильно сказать, поймете, не поймете, но да, это доброта домашних сердец, доброта наших детишек, которые, вот смотрите, следы, которые своими ручками, вот они, ладошки. Это мотивация в нас, в преодолении и в борьбе с неонацистами и с врагом. Так что победа однозначно будет за нами. Такая помощь действительно необходима нашим военнослужащим. Что мы можем, мы можем, как говорится, поблагодарить этих детишек. Спасибо, что они нас не забывают, потому что стараются написать добрые слова, слова благодарности от них, от родителей, от бабушек, дедушек, от их семей. Это действительно много что значит для нас, кто находится в зоне соприкосновения. Также бойцы СВО поблагодарили Совет депутатов Ленинского городского округа за их заботу, внимание и поддержку. Юлия Астаферова, Алексей Астафуров, Ольга Садовская, Видное ТВ.